Аэропорт Гома в конголесском городе на границе с Руандой пользуется дурной славой среди пилотов. Там, на востоке Демократической Республики Конго, сложные климатические условия. Погода часто меняется, и крылья самолетов могут внезапно и очень сильно обледенеть. Из-за этого под Гомой регулярно случаются авиапроисшествия. 10 октября, после визита президента Феликса Чсикеди, несколько лайнеров взлетели, но вернулись назад. Как раз из-за погодных условий. Транспортный самолет Ан-72 с регистрационным номером ЕК-72-903, который принадлежит Республике Армения, судя по этому номеру, в порт вылета возвращаться не стал. В 15.30 он отправился в Хиншасу, столицу страны, но через 59 минут связь прервалась. Спасатели нашли обломки самолетов в 400 километрах от Гомы. Погибли все находившиеся на борту люди. Водитель президента Республики Конго, трое охранников и четверо членов экипажа. Посольство России в Демократической Республике Конго назвало имена двух россиян. Пилот Владимир Садовничий, 58-го года рождения, Виталий Шумков, 55-го года рождения. Кроме россиян на борту самолета находился бортинженер, гражданин Казахстана. На профессиональном форуме пилоты называют его имя Мергали. И четвертый член экипажа, инженер по авиационному и радиоэлектронному оборудованию, гражданин Украины Сергей Горохов, родом из Одессы. До завершения контракта в Африке ему оставалось всего три дня. Оба россиянина, погибшие в Конго на Ан-72, пилоты с интересной судьбой. Владимир Садовничий в 2011 году был осужден в Таджикистане за контрабанду. Самолет, которым управлял Садовничий с напарником, русским с эстонским гражданством, совершил вынужденную посадку по дороге из Афганистана. На борту был неисправный авиадвигатель Ан-72, который был объявлен контрабандным. Из-за этой истории чуть не прервалось авиасообщение между Россией и Таджикистаном. Россия тогда вступила из залетчика Садовничего. Федеральные каналы утверждали, что президент Таджикистана судом над Садовничем хотел надавить на Москву. Дело в том, что в тот момент в России был арестован сын главы железной дороги Таджикистана, его арестовали с крупной партией героина. После пилотов и сына таджикского чиновника зеркально помиловали и выпустили. Второй погибший в Конго пилот Виталий Шумков фигурировал среди задержанных в Бангкоке членов экипажа Ил-76, который прилетел из Северной Кореи для дозаправки. На его борту было обнаружено почти 40 тонн оружия. Это было в 2009 году. После пилотов отпустили. В тот момент Виталий Шумков был гражданином Казахстана, но потом получил российское гражданство. Владельца самолета, на котором разбился русско-казахско-украинский экипаж в Конго, оказывается, летчики транспортной авиации тоже знают очень хорошо и называют его между собой «Ваграм». Некоторые добавляют, бог ему судья. «Ваграм Симонян» — личность в этом кругу людей легендарная. О нем подробно писало армянское издание «Хетк» после заявления официальных властей Армении, что самолет летал под фальшивыми регистрационными номерами. Он был еще будто бы два года назад снят с учета из армянского ЕС. В расследовании «Хетка» говорится о россиянине армянского происхождения «Ваграме Симонянин», который владеет авиакомпанией «Саус Эйрлайн Ско» и еще несколькими офшорами, которым, судя по материалам судебных решений в Украине и России, принадлежат разные самолеты. Сказать, что эти работники международной организации, они работают в Африке, они эксперты. Они занимаются перевозками разных операторов, которые действуют в Африке. В Сомали, в Дарфуре, в Южном Судане, в Конго. Они мне передали информацию о том, что самолеты «Ваграма Симонянина» летают в Конго и работают для армии этой страны. Несколько лет тому назад мне сказали, что он работал в Дарфуре. Он перевозил груз для правительственной армии, то есть для власти Харпун. Он работал еще в Сомали, еще в Южном Судане, и сейчас он работает в Конго. Панель экспертов ООН спросил у «Ваграма», что за груз он перевозил, например, в Дарфуре. Он сказал, что это был гуманитарный груз. Но эксперты уточнили, что это не гуманитарный груз, а личный персонал. Именно военные или гражданские, трудно сказать. Раньше South Airlines была прописана в Арабских Эмиратах. Она владела двумя Ил-76, в частности, купленными у Госуправления делами президента Украины накануне Первого Майдана, а также транспортными «Анами». Разбившемуся в Конго самолеты уже более 30 лет информацию о том, проходил ли он плановый капитальный ремонт, для продления срока эксплуатации найти не удалось. Но издание «Хевка», кстати, утверждает, что из-за плохого обслуживания Арабские Эмираты запретили самолетам с армянской регистрацией пользоваться аэропортом в Шарджи как домашним. С фирмой «Ваграма Симоняна» сотрудничала российская компания ООО «Собор», связанная с бывшим подмосковным чиновником, главой Каширского района Дмитрием Бобровым. Он входил в команду уволенного в 2012 году губернатора Подмосковья Бориса Громова. В советское время Громов служил в Афганистане. «А Ваграме Симоняне, с которым мне не удалось связаться, хотя некий человек снял трубку его телефона, но потом быстро бросил, я поговорил с летчиками и расследователями из издания «Хетха». Все они утверждают, что принадлежащие ему самолеты перевозят самые разные грузы в Африке, гражданские и военные, в том числе оружие. На рынке он находится давно, летает по всей Южной Африке. Один из недавних инцидентов с его самолетом произошел при посадке в Сомали. У «Ана» не вышла стойка шасси. Пилоты делятся, что Симонян хорошо платит, но порой может удержать из зарплаты крупную сумму на свое усмотрение. Его самолеты также сдает в аренду компания «Вибит», которая также зарегистрирована на него в российском Армавире. В Африке есть и другие авиаперевозчики, которым принадлежат или которые связаны с гражданами Армении. Один из них — высокопоставленный военный, заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Армении Степан Галстян. 30 ноября 2012 года самолет авиакомпании «Рич Эйрвейс» Ил-76Т потерпел крушение в жилом квартале в 500 метрах от аэропорта Майя-Майя в Бразавиле, столице Республики Конго. Тогда тоже погибли пилоты — пятеро граждан Армении, а еще 32 человека на земле. По документам выходило, что жена генерала Галстяна управляла компанией, а летчики из Армении, которые работали в Африке, утверждали, что разбившийся самолет и еще четыре борта, которые тогда летали в Африке, тоже принадлежат Степану Галстяну. Власти Армении тогда, кстати, тоже, как и в случае с упавшим Анном, открестились от самолета и заявили, что указанные на упавшем на людей или регистрационные номера, поддельный якобы самолет был удален из государственного авиареестра Армении раньше, чем произошла трагедия. Аварии происходят регулярно, отчасти из-за состояния авиапарка. Те самолеты, которые я встречал, это в основном бывшие советские Анны, 26-е, вот, что-то еще. Там есть импортные Cessna, ну и, собственно, летчики тоже отмечали, что с обчастями у них не хватает. Летают русскоязычные ребята, я попадал на два перелета, это всегда груз. Я не интересовался, что там, но к этому грузу обязательно там вам на борт дадут пару десятков местных аборигенов, которым обязательно тоже нужно туда долететь. К вам на борт могут легко, спокойно пару корзин кур, пару коз. То есть, никаких проблем, то есть, все, что едет по пути, вам все туда, на борт занесут. Вот только накануне катастрофы в Конго, о чем я уже сказал, в Африке произошел еще один инцидент. В Сомали в аэропорте Магадиш не вышла стойка шасси при посадке транспортного Ана, и самолет сел на брюхо. Всего у авиакомпаний, связанных с Арменией, в Африке более 20 самолетов различных типов. На них работают интернациональные экипажи из России, Казахстана, Украины и некоторых стран Балтии. Согласно статистике авиационного комитета Армении, двум зарегистрированным в стране авиакомпаниям, которые регулярно работают в Африке, принадлежат 8 самолетов. По информации Flight Safety Foundation, за пять лет на территории африканского континента разбились или были безвозвратно разрушены не менее 12 самолетов советского производства, принадлежащие авиакомпаниям, связанным с Украиной, Россией и Арменией.